За 155-летнюю историю наша страна претерпела большие изменения. Менялись формы государства и управления, появлялись новые технологии, но значение железной дороги оставалось неизменным. Так глава Латвес Дзелсич поприветствовал гостей презентации новой почтовой марки, которая была выпущена в честь 155-летия первой линии. За эти полтора века железная дорога сталкивалась с разными проблемами. Иногда даже казалось, что железная дорога больше не сможет существовать. Но мы видим, что все продолжается. Мы не знаем, как будет выглядеть железная дорога в будущем. Может, когда-нибудь мы сможем на поезде доехать из Риги до Нью-Йорка за два часа. Кто знает. Главное, что сейчас ситуация на железной дороге очень стабильна, и мы смотрим в будущее без каких-либо опасений. На фоне проблем с поставками грузов из России и снижением оборота предприятия на 20% по сравнению с прошлым годом. Глава Латвест-Джелстельш Эдвин Берзинч указал, что сейчас на предприятии все хорошо. Об этом во время презентации говорил и министр сообщений Улдис Аугулес. Без железной дороги не может развиваться экономика и народное хозяйство. Сейчас на предприятии работает 12 тысяч человек, о которых руководству предприятия надо заботиться. Я чувствую большую ответственность в вопросах привлечения новых партнеров и увеличения грузооборота. И сейчас в этом направлении ведется очень серьезная работа. На марке, которая была специально выпущена в честь юбилея линии Рига-Дагоплс, изображена железнодорожная станция Крустпилс. Историк и железнодорожник Том Саутбергс рассказал, почему был сделан именно такой выбор. Станция Крустпилс в данный момент является самой важной железнодорожной станцией, потому что именно через Крустпилс идут все транзитные грузы. К тому же эта станция находится на полпути от Риги до Даугоплса. Снимок этой станции оказался самым подходящим для изображения на марке. Когда-то путь из Риги в Даугоплс на поезде занимал 7 часов. Сейчас неполные 3 часа. Следующий виток – развитие предприятия, реализация проекта модернизации поездов и работа над другими проектами инфраструктуры.